Привет! Человечество изобрело много нужного и ненужного. Не буду перечислять у каждого свой список. Но главное, главное, что забыли изобрести земные инженеры, или кто там теперь изобретает, это скукометр. Нам нужен скукометр. Скукометры нужны бытовые, производственные, переносные и стационарные. Микроскукометры. Подавайте их сюда. Ведь это невероятно важный прибор для современного мира, буквально переполненного контента. И сразу, сразу тысячи блогеров падут под мощью статистических данных, пропущенных через божественную машину. Скорее всего, в этом неравном бою падет и ваш покорный слуга, который временами бывает скучен. Но прочь, прочь грусть-печаль, рано распускать нюни. Для этого у нас и так достаточно поводов. Меня зовут Андрей Цветков, и я посмотрел удивительную экранизацию Евгения Онегина от царика Андреасяна. Итак, известный сюжет про молодого скучающего по весу, которого изображает уже не молодой и как-то натужно скучающий актер Добронравов. Развивается канонически. Пушкинские стихи были доведены до ума прозаическими диалогами, и картина заблистала. Невероятный сценарный талант был отмечен небольшой наградой на кинопоиске, и, кажется, даже в титрах фильма. Это не точно. Сценарист Александр Гравицкий, или Гравицкий, не знаю как правильно, пишется первым, а вторым пишут некого... Пу... Пушкин, 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 тоже, кстати, Александр. Молодой по весу слегка за сорок поотечески обращается к действительно молодому ленскому, отчего их взаимоотношения приобретают странный характер. Согласитесь, приятельские отношения с ровесником и почти родительские отношения это разный вид отношений. И то, что вы простите человеку старше вас, не всегда сойдет с рук вашему ровеснику. И наоборот. Во всяком случае, повод для дуэли выглядит неубедительным. И который из них занимает твои мысли? Младшая. Я выбрал бы другую. Вообще, атмосфера в фильме создается людьми, имеющими о временах Онегина крайне смутное представление. Проведите мысленный эксперимент. Представьте себе дворянина в 19 веке. Первые три мысли, чем будет заниматься молодой повеса? Гарантирую, что будет шампанское, которое он пьет из бокала на ножке. В отличие от Станиславского, который утверждал, что первые решения нужно отбросить как никчемные, команда Сарика далее размышлять не стала. И поэтому герои фильма все время пьют. Просто почти нет кадров, где персонажи не держатся за стакан. Иногда они держатся за лошадь, тогда стакана, конечно, в руках нет. Но как только они покидают бедное животное, вынужденное катать алкашей, они снова хватаются за стакан. На балах или на приемах они тоже не знают, чего делать. Поэтому пьют, ну а куда без этого. Нелепо танцуют, предпочитая вальс другим танцам, при этом называя вальс разными названиями. И тесненько сидят за столом, обедая как на дне рождения в моем советском детстве. Людей в мире Андреасяна, Онегина хоронят где попало. Например, дядюшку, того самого, который самых честных правил, похоронили под окнами какого-то крестьянина. А Ленского под каким-то дубом. На месте встречи его с младшей Лариной. Причем, когда была встреча, там была дорога. Не асфальтированная, слава богу, но вполне накатанная. Но родственники, видимо, не посчитали это большой проблемой и вырыли могилу прямо посреди дороги. Не по-христиански это, конечно, но с другой стороны, может, такой была последняя воля усопшего. Авторы этого не разъясняют, включая этого, как его... Пуш... Пушкин! Дикорист. Есть какие-то вещи, которые можно объяснить только колдовством. Например, приезжает Онегин к Зарецкому и играет с ним в бильярд. Потом уже играет в бильярд у себя дома с Ленским. При этом и помещение, и сам бильярд подозрительно одинаковые. Чудо. Видно, что привык жить на широкую ногу. Люди очень искушенные хвалят операторскую работу. Это такое общее теперь правило. Если нечего хвалить, хвалят оператора. Но я не очень искушенный, поэтому не понимаю этих восторгов. Да, композиция выдержана и нет пересветов, но это делает любой современный оператор. Вообще любой. Это, как сейчас модно говорить, база. А какие операторские решения вас поразили? Какие из кадров вы не видели до этого? Кажется, это такой пупури из всех традиционных кадров исторических мелодрам. Все ровненько, но восторгаться здесь решительно нечем. Черт, кажется, потерял интонацию. Но это восхитительно ровная операторская работа с блистательно выдержанной диафрагмой. Актеров тоже подобрали хорошо. Скучающий Онегин так вжился в роль, что заскучал, играя и смотреть за его игрой скучновато. Поэтому блестяще. Татьяна, милая Татьяна, сказать нечего. Восхитительно ровное исполнение. Ни одного бугорка или зазубринки. Ровная степенная роль. Блеск. Подвел Ленский. Ну не сам Ленский, а исполнитель роли. Денис Притков. Владимир Ленский. Хорош подлец. Играет, что-то злится, грустит, эмоции какие-то. Не к месту в этом степенном камерном произведении с невероятно спокойными, скучающими людьми. В общем, хорош Притков, но неуместен. Еще один актер мне понравился Алексей Гришин. Люблю этого актера за его достоверность. Он настолько верит в то, что говорит, что прямо невозможно оторваться. Восхищаюсь его актерским талантом. К сожалению, роли у него обычно второстепенные. Ну, потому что нечего лезть при живом-то Биковиче. Прости, господи, мою душу грешную. Ну и режиссура. Тут все отлично, гармонично и оптимистично. Типичный фильм Андреа Сяна. Блеск и нищета. Блеск декораций и дорогостоящих интерьеров, и нищета творческая. Никчемные диалоги, непонимание эпохи, вялое изложение. Первая серьезная характеристика Онегина, это его соблазнение моральное, слава богу. Замужние дамы прямо в театре. Вот он какой ловкач и бабник. Для меня это очень скучно, прямо скулы сводило. Стоит ли смотреть? Конечно стоит, ведь культуру надо знать в лицо. Или чем она там на нас смотрит. Смотрю, у меня в унитазе какие-то люди. Кажется, я начинаю подозревать, хотя был в этом вполне уверен, что Сарик плохой, успешный режиссер. Это исключительно российский феномен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты. Поддерживайте меня на бусте и будьте довольны тем, что есть. Ну или не будьте. Пока.